Теория порога В 1921 году психолог Стэнфордского университета по имени Льюис Терман поставил перед собой задачу провести исследование, не похожее ни на что известное ранее. Он начал с поиска тысячи самых умных учеников среди школ Калифорнии, отбирая их по уровню IQ. В итоге была сформирована группа из 856 мальчиков и 672 девочек под названием Термиты. Ученые и его команда стали исследовать детей всеми возможными способами, какие только можно было представить. Они отслеживали их IQ, анализировали, сколько книг каждый ученик имеет дома, изучали их медицинские истории и так далее. Работа была уникальной, потому что это стало первым лонгитюдным исследованием. Терман продолжал изучать своих подопечных многие годы после этого. В его научном труде, который сейчас широко известен как генетические исследования гениальности, собраны данные учеников в течение всей их жизни. Терман пополнял информацию о самых умных учениках своего штата Калифорния в 1928, 1936, 1940, 1945, 1950 и 1955 годах. После смерти ученого в 1956 году его коллеги продолжили исследование термитов в 60-м, 72-м, 77-м, 82-м, 86-м. Десятилетия спустя они выяснили нечто очень интересное. Удивительное открытие, которое было сделано по результатам научной работы Термана, описывает в своей книге «Секреты креативного ума» исследователь и врач Нэнси Эндрисон. Хотя многие люди продолжают отождествлять интеллект с гениальностью, решающим выводом Термана было то, что высокий уровень IQ не означает высокую креативность. Более поздние работы других исследователей укрепили выводы Термана, приведя к тому, что сейчас называется теорией порога, которая гласит, начиная с определенного уровня, интеллект не оказывает большого влияния на креативность. Самые креативные люди достаточно умны, но они не обязаны показывать невероятный результат по тестам интеллекта. Уровень IQ 120 баллов, означающий, что человек умный, но не обладает исключительно редкими способностями, обычно считается достаточным для креативного гения. Итак, вопрос. Обладали ли Пикассо и Моцарт сверхчеловеческими умственными способностями, чтобы создавать свои шедевры? Согласно теории порога, ответ – не обязательно. Вхождение в топ-1% по уровню интеллекта никак не соотносится с фантастической креативностью. Скорее вам нужно иметь минимальный порог данных, а дальше он переходит в осознанную практику, постоянные упражнения и развитие навыков. Если вы посмотрите вокруг, то увидите, что теория порога применима ко многим областям нашей жизни. Хотя успех – это редко просто упорная работа. Важна основа, фундамент, некий минимальный набор качеств, чтобы развиваться в избранной сфере деятельности. Однако после этого вся разница заключается именно в упорстве. Есть те, кто с головой погружается в работу, и те, кто регулярно отвлекается на что-то другое. Когда у вас есть базовое понимание, какие шаги нужно предпринять, все, что от вас требуется – совершать правильные действия чаще, а еще лучше перевести их в разряд привычек. Несколько примеров. Первое – атлетика. Предположим, что вы достигли минимального порога, практикуете эффективные упражнения и держите себя в достаточно хорошей форме. Когда вы прошли этот основной порог, 95% успеха вам принесет то, появляетесь ли вы в спортзале регулярно и продолжаете ли выполнять упражнения. Второе – литературное творчество. Если вы освоили ключевые принципы писательского дела и основы грамматики, то ваши навыки лучше всего разобьются, когда вы просто начнете много писать. Достигнув порога в умении составлять достойный текст, единственное, что будет вас вести к успеху – это постоянная практика. Третье – предпринимательство. Допустим, вы уже знаете, какой самый важный показатель для развития вашего бизнеса и какие изменения принесет фокусировка на этом показателе каждый день. Когда вы пересекаете порог знания, самая главная вещь – это продолжать работать над этим показателем и ни над чем другим. Если вы совсем новичок в какой-то области, вам только предстоит преодолеть порог. Но большинство из нас уже располагает достаточным знанием, чтобы достичь успеха. Вам не обязательно быть гением или обладать чрезвычайно высоким интеллектом. Все, что нужно на пути к победе – это не отвлекаться и продолжать делать то, что вы уже делаете. На этом пост видеоблога LPGenerator окончен. Если вам понравилось видео, поделитесь им с друзьями. Подписывайтесь на наш канал и смотрите наши другие видеоматериалы. Высоких вам конверсий и всего хорошего.